Таджики, узбеки, казахи были просто в шоке от такой новости. И как после этого выживать? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам предлагает увеличить размер фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых иностранными гражданами при осуществлении трудовой деятельности в Российской Федерации. Соответствующая поправка в закон подготовлена представителями от партии «Справедливая Россия». Согласно законопроекту, размер фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых иностранными гражданами при осуществлении трудовой деятельности в Российской Федерации, увеличивается до 4800 рублей, сейчас 1200. В пояснительной записке указывается, что в последнее время отчетливо фиксируется беспокойность граждан Российской Федерации количеством трудовых мигрантов, работающих в России, а также проблемами их адаптации к российскому обществу. По итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло почти 4 миллионов. При этом более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. За год же количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев с учетом продления регистрации и перерегистрации составило практически 12 миллионов. Таким образом, в России хотят увеличить стоимость патента для мигрантов в 4 раза. Разве это нормально? А за последнюю неделю стоимость самого российского рубля по отношению к Самани значительно упала. На 9 августа Национальный банк Таджикистана установил курс на уровне 113 Самани за 1000 рублей. 10 дней назад он равнялся 120 Самани. Последний раз курс рубля к Самани снижался до этого уровня 10 апреля 2016 года. Но в последующие годы курс рубля достигал 140-180 Самани за 1000 рублей. После начала войны в Украине начались быстрые колебания курса рубля. Падение рубля усложнило и без этого непростую жизнь миллионов жителей Таджикистана с семьей мигрантов. Саида, мать четверых детей, рассказала, что едва выживают на деньги, переведенные мужем. А сейчас из-за изменения курса рубля положение этой семьи стало еще более тяжелым. Для нас важен каждый Самани, а речь идет о потере сотен Самани. Теперь нам приходится сокращать расходы на нашу еду и одежду, говорит она. Напомним, в Таджикистане рублевые переводы выдаются получателям в национальной валюте. Число таких семей в стране достигает сотни тысяч. По данным Всемирного банка, из 40% домохозяйств Таджикистана в трудовую миграцию выезжает не менее одного члена семьи. По официальной статистике в республике насчитывается более 1,3 миллиона домохозяйств. Точное количество мигрантов неизвестно. Таджикские власти всегда утверждают, что количество таджикских мигрантов в России составляет менее 1 миллиона человек. Но российские власти всегда утверждают, что в этой стране работает более 1 миллиона таджикских мигрантов. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, рубль будет продолжать падать? И есть ли вообще какой-то смысл ехать работать в Россию, учитывая какая там сейчас обстановка и к тому, как усложняют жизнь мигрантам там? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.